Ну уже такое, что дела кое-как и сделали. Купили комбикорм, дробленку. Все спрашиваете, чем я кормлю своих кур. Я кормлю их по-разному. Все они едят, ко всему приспособлены. Что попадается, то и покупаю. И крупным цельным зерном кормлю, и дробленка, если цельного нету, или наоборот. В общем, что на ум сберет, то и даю. И комбикорм. Зимой комбикормом хорошим кормлю. А сейчас вот мне тоже предложили за 650 рублей 35 килограмм какой-то очень хороший комбикорм. Просто знаете из-за чего? Из-за того, что у меня же подрастающее поколение. И для того, чтобы отдельно кормить подрастающее, потом отдельно кормить кур несушек, это очень мне трудно. Я мешаю одну смесь на всех. На индюшат, на индюков, на взрослых, на несушек, на цыплят. И на самуят. Я все мешаю, одинаково всем даю. Мне так удобнее. Потому что смотрите, сколько у меня семей. Вот смотрите. Индюки раз семья. Самуята два семья. Черные кур три семья. Кучинки с этими четыре семья. А потом с четырьмя-то там с маленькими тоже, с четырьмя еще пять семья. Еще отдельно это, как ее, слепая. Еще же тоже ее поить, кормить же надо. Она отдельно сидит. Представляете? Сделай нам паузу, пожалуйста. Вадим! Смотри, стиральная машинка с двумя барабан... Экономичное использование воды. Сначала в одном постирается барабан, выливается вода во второй, и этой же водой стирается второй раз. Это очень выгодно. Да, эта машинка сэкономит вам очень много денег. Да, сэкономит очень много денег. Вообще, вот это да! Вот это да! Вот это интересно! Промышленность. Не знаю, это куда-нибудь... Это белья, что ли? Да. Это что? Машинка компактная. Надо спросить его подписчиков. А вот мечта моей всей жизни. Вадим, знаешь, что надо придумать? Надо придумать, чтобы ты купил нам ее подарок на десятилетие нашей... Нет, если свадьбы, тогда год ждать. А если жизнь несовместна, то можно год не ждать, а покупить и все. Только полгода подожди. До сентября. Еще три месяца. Вот, бош, 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 бош. Вот она. Это в подарок идут всякие порошки. Хотя у нас есть уже и жидкое, и сухое, и таблетки. У нас все уже давно лежит. Уже год назад я купила, представляешь? Я в МВИ купила. Здравствуйте. Меня зовут Терра Ливанчук, и я живу в деревне. Потому что поярче будет. Мы вчера с Вадимом были в городе и ходили по магазинам. У меня суперовские покупочки. Для меня вот эти вот покупочки, ну просто очень долго я мечтала об этом. Очень долго мечтала. Во-первых, сапожки. У меня выбыли все время ботики. И, например, когда я занимаюсь картошку, сажаю, окучиваю или там копаю, когда проваливаются ноги, это что-то. Это все, ноги все в земле. И если сырая земля, то потом отмывать их надо месяц. Это вот эти вот ботики. Ботики я меряю всегда. Или сапожки какие-то. Но у меня высокий подъем. У меня очень хороший, красивый подъем. Я же танцевала раньше. У меня очень хорошие, красивые ножки. Вот. И у меня не влазит из-за этого в сапоги. А здесь вот хорошая широкая голяшка. Широкая. И у меня свободно проходит туда. Нога с пяточкой. Все хорошо. Это первое. Сапоги. Ботики эти стоят где-то 400 с чем-то. 460 или около 500 рублей. Не дешевые, конечно, но они хорошие. Мягенькие. Побольше размер. Купила все. Но самое главное. Смотрите, какое чудо чудесное купила. Мы поехали в Каларлон. Знаете, зачем? Затем, чтобы купить мне эту садовую аккумуляторную пилу. Потому что я увидела на одном канале. Присяду немножечко. На одном канале увидела садовую электрическую аккумуляторную пилу. Какую-то недорогую, китайскую. И думаю, вот мне такую тоже надо. Потому что иногда что-то спилить надо. Ну, понимаете. Вот такая пилочка. Она нужна. И там была такая пила Бош. Она стоила 7 с лишним тысяч. Мне показалось, что это слишком расточительно будет. Такую цену отдавать. И может быть пользоваться недолго, немного. И вот мы выбрали вот такой. Такие садовые пилы были разных фирм. Недорогие. Но вот что-то выбрала я очень дорогая. Она была побольше 3000 рублей. А вот такая маленькая она стоит 1800. Но почему-то мне показалось, что это то, что как раз мне нужно. Она из нержавейки. Хорошая фирма. Кажется, финская. Это финская, да? У меня такой есть. Садовый секатор есть такой. Топор мы такой хотели купить. В Корее написано. Но это же фирма Фискарс. Это же финская, да? Да. Финская фирма. Она сделана в Корее. Но ничего. Вот. Сейчас я его открою и попробую. Взяла с собой ножик. Хотела отрезать. Не пригодился. Хорошо все. Так, чтобы мне отпилить. А, сейчас пойдем отпиливать вместе. Ну вот, смотрите. У меня погиб Тамарикс. Не выжил после зимы. Не сломался, кстати говоря. Все хорошо. Почему-то не проснулся. Ну вот, живой есть отросток. Видите? У меня еще в двух местах есть Тамарикс. Поэтому у меня, я не останусь без него. Ну вот здесь вот очень толсто. Где-то, знаете, сколько сантиметра? Три, наверное. Четыре. Сейчас я правой рукой, конечно. Это колокольчик. Мне надо сохранить. Очень красивый, шикарный колокольчик. Тамарикс, кто не знает, цветет такими длинными розовыми свечками. У меня в другом месте здесь цветет. Я вам обязательно покажу. Я показывала раньше. Ну, в общем, давайте. Та-та-та-та. Вот. Ну, конечно. Может быть, тут можно было и секатором. А вот эту вот нет, конечно. Не в ту сторону пилю. Правда. Ну, идеально. Смотрите. Вообще без всякого нажима. Без всего. Вот в эту сторону пилить. Конечно, удобнее будет. Сейчас упадет. Блин. На колокольчики. На мои. Ай-ай-ай-ай. Ай. Прелесть. Вы знаете, я такая счастливая. Она без веса. Абсолютно без веса. Положил в карман и пошел в лес, например. У меня после этого последнего урагана, кто знает, да, ураган был, сломалось в моем лесочке. И высломалось там, что-то еще сломалось. Я думаю, что... Ну, смотрите, сколько здесь сантиметров. 15. Около 18. 17. 16 написано. 160, значит, 16 сантиметров, да? Угу. И я думаю, что я смогу спиливать вот сломанные. Вот так вот почище сделаю, наведу порядок. Покажу вам потом. Очень довольна. Очень так здорово. Раз и нету. Представляете, аккумуляторную купили бы. Очень дорого, мало пользоваться. И, ну, смысла никакого не вижу. Так что мы сделали правильно. Цепушки все мое подрастающее поколение. Какого-то поддома. Хотя не холодно, не жарко. Они когда говорят, ну-ка, давайте выходите, чуть-чуть поешьте. Я вас поснимаю. Цыпа, 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 цыпа. Индюшата, конечно, не боятся, хотя их гоняют помаленечку. Вот особенно мораны я видела их гоняют. Давайте, цыпа, 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 давайте чуть-чуть хоть покажитесь. Вот и мои. Все вперемешку. Пока не могу отличить, кто свежий, кто из новых, кто... Индюшат только отличаю. Давайте. Цыпа, 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 цыпа. Беленькая где моя? Цыпа, 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 цыпа. Сюда идите, вот они. Вон, еще моранчик прибежал. Вот они, вот они. Давайте, беленькую жду. Я жду беленькую. Вот они все вместе теперь у меня живут. Цыпа, цыпа, они к индюкам там бегают. Вот что, к большим индюкам, к взрослым. Там еда у них остается все время. Потому что правильно я перекармливаю? Видите, гоняют. Ну и ладно, я думаю, что они же так, без зла, без всего так, помаленечку. Цыпа, цыпа, где беленькая? Цыпа, 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 цыпа. Ну вот, хотела, конечно, я кученок этих отсаживать. Боялась, что они не смогут вместе с молодняком. Ну ничего, даже индюшата здесь. Напоминаю, что индюшат я в этом году не пропаивала ничем, кроме жидкого права, вот этого EPV, водного прополиса. Водный прополис иногда даю всем курам. Считаю, что это хороший такой природный антисептик. Он, ну, да я привыкла 20 лет его сама пить. Против всяких бактерий, инфекций, против всего-всего, вирусов против всяких. Вот так. И пользуюсь им. И водичку капаю. Там капельку достаточно капнуть на литр воды и все. Просто в привычку, чтобы вошло. И все. Цыпа, 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 цыпа. Хочу беленькую. Вот он и хейлюй мой. Цыпа, цыпа. А вон беленькая. Ну не увидите вы, наверное, отсюда. Отсюда. Так. Нет? Не видно. Цыпа, цыпа, цыпа. Ты где там? Ну, вон она. Она парочка с кем-то там вдвоем. У индюков. Это у нас к индюкам тут ход. Они под сараем ходят и к индюкам. Так. Ничего не бойтесь. Ничего не бойтесь. Какой-то репей. Пусть гниет. Вадим иногда мне тут землю носит отсюда. Неплохая земля. Вот пришел у хейлюй. На общее собрание. Какие будете вопросы решать? Хорошая Мерикоша. Прям вот следить за всем порядком. Не то, что этот глупый Гриша. Я как-то так прозвучала не очень. Патриотично. Ну, ладно. Это же акуры. Кстати, я купила вчера все. Кормовой мел купила. Ракушку новую купила. Сейчас покажу. Мы вчера были в городе. Но покупали всего-всего. Тихо-тихо. Он, смотрите, учит ее. Что-то, наверное, она кого-то начала гонять. И он ее, смотрите, отругал. Молодец. Он даже взрослых ругает. Молодец. Все как положено. Смотрите, а индюшат что-то, по-моему, не гоняют. Никто. Нет, хорошо все. Так и мирно. Пришла. Вот он гонял. Который справа в углу. Только побежит опять за ней. А она, знаете, что, смотрите, у нее не это, сверху перья не выдранные. Он ее, наверное, не это, не топчет. Не любит ее, поэтому гоняет. Одна индюшка маленькая. Один большой, самый первый. Но вот уже самый первый большой сравнялся со вторым большим. И одна маленькая. Ну, может быть, два индюка. Вот это вот кавказская бронза. Чистопородные будут. А если родятся от муси, тогда будут помеси. Какие-нибудь красивые. Ждем. Все ждем. Смотрите, он ее выгоняет. Сейчас выключила телефон. Ну, давай за ней опять бегать. А, он хочет ее топтать. Она убегает или что это такое? Почему он ее гоняет? Не любит ее? Или наоборот? Ну? Посмотрим. Поднаблюдаем. Давайте. Давайте. Смотрите. Что там? Нет, он не топтать. Он клюет ее. Выгоняет ее. Она провинилась. Правильно, Америкуша, воспитывай. Правильно, правильно? Провинилась. Может, на ней несется? Молодец. Покажу вам беленькую. Где-то здесь она. Эти красотки сели. Но они как бы нестись сели. Две. Обе две, смотрите. Каждый по гнездол. Вон они. Еще трое. А это молодые, молодые. Смотрите. Вот они как родились трое. Это вот папа Американо, девочки Кученки. Вот они как родились трое, так они уходят семейкой. Ты приняла, Муська? Ну, что посылается. Может, бы к соседям не убежали. Молодежь. Кто следит за моими роликами, помните, что в прошлом году я покупала лук в магазине. Просто как на зелень. В такой, в корзиночке маленькой. Ну, горшочке в крошечном. Там они, наверное, на гидропойнике выращиваются. Не знаю. Там, по-моему, земли-то не было. Так вот, я некоторые оставила в теплице. Смотрите, вот в теплице из одной вот этой крошки вырастает вот такая вот мощная зеленая. И вот это вот очень вкусная часть. Белая, сочная, не острая. В общем, вырастают они метр. Представляете? Так что не пропускайте. Увидите где-нибудь в магазине. Я в этом году найти не могу. Ищу везде хожу, найти не могу такой лук. Выращивать не надо. Так бы знать, где точно покупать. Стоит 22 рубля. Там их штук, не знаю, 30-40, наверное, вот таких вот. Так что это прям находка, чтобы не выращивать лук. Ты как этот, Чилинтана. Так он на винограде, ты на навозе. Приехал Вадим. И грядочку он сделал за 5 минут. Представляете? Вот мне бы издалека показать, какая она красивая получилась. Это по тыкву. И у нас здесь, смотрите, у нас здесь перегной копится все время. От нее, от этих. Два, второй год прям очень доволены. Вот. Смотрите, как красиво. В серединку мы положим перегной. И будет у нас тыква здесь. Все отлично. Тебе не жарко? Жара тут у нас. Под музыку, под соседскую. Я пошла сажать морковку. Но вот эти шнурки, конечно, мне не нужны. Их надо вытащить. Ой, не вытаскивается. На какие-нибудь завязки подойдет, да? Там что-нибудь подвязать. Можно и малину там, или что. Зачем они? Зачем шнурочки дурацкие какие-то? Так вот. Дену брала. Косила вся в траве. Здесь. Здесь. А морковку мне надо обязательно вот такие высокие сапожки сажать. Все же знают, да? Я сажаю морковку по совету моего друга ученого-агронома на твердое ложе мягкое одеяло. Что-то ничего не видно. Я уже второй раз иду. Вот так вот хожу всегда я. Раз, 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 раз. Потом я пролью эти бороздки. Пролью уже. Походила туда-сюда. Ать! Вторая грядочка. А потом с этого, с бугорка, с вот этого, насыплю. Засыплю мягким. Это у меня вот где картошка. Здесь две грядочки будет. Вон там у меня кормовая свекла посадила я. Для мазьки. Морковка в этом году будет такая. Засиностровскую сажать не буду. Потому что, ну, мне она нравится. Но попробовать вот эту надо. И вот эти мне семена прислали. Какие-то импортные, заимпортные. Ну, посажу. Вот что-то берликумер. И что-то тут корота, линга. Вот какие. Глядите, какие. Прям вообще какие. Вот вообще какие. Вот на эту грядку половинку туда. Но надо пореже, конечно. Самое главное, редко посадить. Вот это что самое главное. Нос чешется, что ли, к пьянке? Морковка. Что-то нос чешется к пьянке. Какие у тебя, что ли, эй? Что нашла, а? Я мимо нее бегаю. Воду подключала. Нас, видите. Ой, сейчас подтяну еще. Удлинила, как только смогла. Шланг, чтобы вот пролить. Хорошенько пролить. Хорошенько. Потому что, я не знаю, дожди будут, не будут. Потом-то поливать сверху не очень-то. А это надо прям хорошо пролить. Ну, сейчас я, конечно, не буду у вас время занимать. Проливаем. Вода уходит. Потом рассыпаю семена. Потом я присыпаю. Тигря тканирована, в одно место состекает. Ну, ничего страшного. Еще, ничего, ничего. Везде прольем. Можно вообще, можно вообще в руках не держать. Такие ручьи пусть бегут. Хорошо надо пролить. Прямо как будто дождь прошел. Прямо как будто дождь два дня шел. Чтобы потом не париться. Не бегать ее. Пусть она... Потому что у меня сухие семена. У меня не это... Сюда подтяну чуть-чуть. Не замачивала я это. Может их... Лучше замачивать надо было. Долго прорастать. Все-таки поздновато сею я. Я, честно говоря, морковку не люблю сеять под зиму. Потому что потом травы сильно много. Вырастает одинаково, поэтому нет. Потом, ну, невозможно эти многолетники вырывать. Морковку вообще-то... Морковка и сорняки, они так любят друг друга, что... А я и сорняки вообще не любим друг друга. Я их... Не то что не люблю, я их вообще и это... И не полю. Не люблю полоти, и вообще не люблю. Вот. Такую речку я сделала. Вот. Потом каждую бороздку сделаю такую речку. И уплотнится немножко, чтобы не осыпались края. Может, промокнет хорошо и края тоже. Ну, пока делаю вторую речку, я, наверное, уже начну сеять. Вот семянки. Вот этот пакетик. Сюда прицепила, пока подписать нечем. Туда подальше прицеплю второй сорт. Ну, и все. Что показывать-то? Буду очень просто редко стараться и все. Это непросто, но буду делать. Вот. Одну посеяла. Сейчас эту. Там льется. И все. Продолжение следует... Продолжение следует... Немножечко, чтобы хотя бы не выветрилась влага, потому что жарко, ветер дует. Хотя вроде бы похолодало, но вот сегодня что-то жарко и дует сильный ветер. И поэтому сейчас выветрится все. Вся влага. А мне надо, чтобы семена проросли, потому что я поздно посадила. Может быть, не обязательно это делать, но в общем, закрою. Не трудно и как заодно и полупухов порву. Они лишние вообще-то. Ну и все. Сейчас ветер подует и все улетит. Как-то прижать их, что ли. Сейчас чуть-чуть полью. Так, ну если вы поняли, да, что это у нас не в огороде. Это вот за огородом у нас с этой стороны. Это не наша земля уже, но сажаем пока. Тут же никого нету. Я просила, чтобы вот эту землю нам дали в аренду или продали. Но они сказали, что что-то они там как автомобильные дороги идут. И никто мне их не продаст. Так. Ну чуть-чуть полила. Пусть купчиха поливается у меня. Так, еще хотела сказать, что сказать. Дорожки мне не очень нравятся пока, но... Но... Потом, когда немножечко уже уплотнится земля, полезут сорняки. И я тогда проскребу тяпочкой. Это скину. Вот это вот отсюда скину сюда. И насыплю опилок. И будет хорошо. Так, ну все, наверное. Получилось вот таких две длинные грядки. Морковки у меня больше нигде нет. Только здесь. Я думаю, что нам хватит. И козе хватит. А вам, кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями. Пишите добрые комментарии. Заходите почаще в гости. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Продолжение следует...